Сегодня у нас кулинарное видео. Будем готовить зеленый борщ с тушенкой, можно без тушенки, можно с мясом, можно с курицей, с мясом, которым вы едите. Не обращаем внимания на то, что тут грязно. Нам нужно сейчас в первую очередь быстро приготовить, а потом придет специально обученный человек и поубирает. Яйца у нас уже варятся 4 штуки на такую трехлитровую кастрюльку. Мы почистили 3 такие карташины. Сейчас я мелко порежу. Мы быстрее приготовим зеленый вкуснейший борщ по моему рецепту. Нам для этого понадобятся яйца, картошка и гвоздь этой программы, шпинат, нет, щавель, щавель, щавель. Я вот так вот щавель предварительно замачиваю, промываю, чтобы вдруг, если какой-то песочек там остался, случайно попал, чтобы он весь вымылся. Итак, яйца у нас уже сварились. Я их пускаю под холодную воду, они там будут остывать. И так будет легче скорлупа от яиц отходить. Да, понимаю, грязно для тех, кто любит очень чистоту. Я представляю, как их сейчас коробит. И нам очень просто нужно быстро приготовить, кушать, а потом займемся уборкой. Все, в холодной водичке так замачиваю яичко, пусть они остывают. В это время у нас уже в кастрюле вода стоит. Сейчас я помою и очень мелко порежу картошку. И отправлю ее вариться. А тушенку мы отправим в последнюю очередь вместе с яйцами, после того, как закинем щавель. Так. Вот так вот я справилась с картошкой. В основном на борщ и суп я вот так вот картошечку режу. Я люблю, чтобы она была такая более мелкая, в жидких блюдах. И отправляю вариться. Да, это все сюда. Ну, можем еще лучок туда кинуть. Так, в принципе, для привкуса какого-то. Вот половинку лука я отрезала. А вот эти уже половину лука я порезала. Вот так вот хаотично. Можно было вообще на две части порезать и отправить, чтобы лучок отдал просто свой вкус. Такой себе простой, очень простой рецепт. Подойдет такой на скорую руку. Приготовить можно. Все, шкварится, варится. Никакой зажарки, никакой поджарки, никакой морковки. Ничего такого. Обычно я вообще без мяса варю, без лука, картошка, яйца и щавель. И все. И получается тоже чудесно. Но в этот раз нашлась баночка тушенки. Думаю, почему бы и нет. Почему бы ее тоже не отправить в наш зеленый борщ. Кто зеленый суп, кто зеленый борщ называет, кто щаблевый суп. Ну, тут, по-моему, разницы в названии никакой нету. Главное, результат. И кто как готовит. Короче, поехали дальше. Тут у нас варится, смотрите, собирается пенка. Вот эту пенку нам нужно убирать. И в раковину убираем. Ее не так-то и много, в принципе. Но все равно убираем. Как вы видите, процесс уже уборки на кухне начался. Посуда уже помыта. Все. Картошка у нас варится уже минут 10. На этом этапе можно чуть-чуть посолить. Соль у нас в сахарнице. Такая вот кофейная ложечка. И отправляем. Повторяюсь. Кастрюля на 3 литра. После я еще ее подсолю. А потом, когда заброшу тушенку, надо будет пробовать на соль. Все. Пусть еще варится. Яйца у нас остывают. Когда картошка будет уже готова, сварилась, мы порежем наш щавель и отправим в кастрюлю. Варится картошка. Я сейчас порежу уже щавель и почистю яйца. Они уже холодненькие. Откроем тушенку и закинем в наш борщ. С щавлем расправились. Вот так вот порезала. Они очень мелко, не очень крупно. В принципе, отлично. И теперь почистим яйца. Я их разбиваю. Чтобы они легче чистились. Четыре яйца будет достаточно. Кто любит больше яйца в зеленом борще, тот варит больше. Себе 5-6 штук. Мне четыре будет достаточно. Все. Чищу. Яйца я уже почистила. Отлично. Щавель я могу выкидывать. Картошка у нас уже тут закипела. И давно она вкипит. Она у нас уже сварилась. Как видим, вода немного выкипела. Но ничего страшного. Мы завариваем чайник. И доливаем сюда воды. Если мы видим, что нам нужно долить. Я так постоянно делаю. Если вода у меня в борще, в супе, в чем-то выкипела, то я доливаю еще кипяченую воду. То есть кипячу чайник и выливаю кипяток. Все. Высыпаю щавель и режу яйца, как на оливье. Вот. Щавель уже отправился к картошке. Меняю цвет. Отлично. Делаем немного громче. Все. Чайник закипел. Отправляем сюда. Отлично. Смотрите. Смотрите, что происходит. Она там шипит. Все. Так. Яйца порезала. Тушенку открыли. Правда, она какая-то такая стрёмная, как моя жизнь. Вот эту верхнюю часть я уберу. Фу. Вот этот жир уберу. Мама. Так. Черноту я убрала. Она была тут с обратной стороны банки. Слава Богу. Так что все с тушеночкой нормально. Пухнет. Пухнет. Замечательно. Крышечку я то утилизировала и доставила новую. Вот помыла. Потому что мы будем использовать не всю тушенку. Кидать наш борщ. А половинку. Так. Извините, простите. Можно не подвинуться. Кидать наш. Так. Здесь у нас мясной борщик. Потом я попробую на соль. блин или может все уже кинуть остается так тону кидаю короче целая банка уйдет тушенки кто-то 0 что ты хочешь интересно код будет есть эту тушенку я тебе дам попробую все выкидываю всю банку красивый такой с мяском какой-то кусок жира так жиром я этот уберу тут уже плавает юшка вместе с я не хочу жир я особо не хочу где-то там отлично пока наш морщик выглядит так еще до соли вы на соли попробовала никакой можно смело еще две ложки неполные кидать 2 кофейные ложечки то есть они маленькие больше не будет пересолен я так думаю все пусть она закипает там вся эта красота и где-то через минуток 5 можно закидывать яйца можно кинуть еще какие-то травы которые вы любите кидать в первые блюда травы к первым блюдам такая и называется вот или там зеленушкой пришить себе в тарелочку когда уже все будет готово лаврушку я не кидаю не хочешь так наш пять минут покипел вместе с тушенкой уже запах вообще от тушенки неимоверный вкусняшка и мы отправляем яйца кастрюлю яички отправили и смотрите вот такая красота сейчас там происходит пусть еще кипит немного все вместе и можно будет выключать пять минут и борщ уже готов и можно так и либо со сметанкой плюс еще зеленым лучком это будет очень вкусно так что всем советую тоже такой рецепт будет очень вкусно также можете переходить в плейлист смотреть другие простые рецепты очень простые и очень вкусные там больше суржика от меня так что литераторов милости просим может что-то вам пригодится понравится из простых рецептов делаем все просто с простых доступных продуктов легко и просто может научиться даже ребенок уже в сознание естественно и также на моем канале вы можете ознакомиться с другими видео также переходить в плейлисты там есть разное про творчество моей работы чем я занимаюсь хобби и вообще что со мной происходит переходить смотреть ознакомиться ознакомливаться и писать свои комментарии желательно позитивные всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось тоже ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мы не только готовим но и творим рисуем лепим создаем красоту да ребята относитесь ко всему с юмором не будет тогда проще жить я выключила сейчас накрою крышечкой дам ее ему отстояться немножко ну там минут еще десять пусть последний и все можно кушать замечательно так вот можно приготовить быстренько вкусный зеленый борщ всем приятного аппетита и увидимся в новых видео всех люблю целую пока пока а Субтитры подогнал «Симон»